Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, перед вами Тимофей Николаевич. Мутовин, возможно, будущее железов. Возможно. Так, посадка идёт осенняя. Это не просто посадка, как мы её назвали, экспериментальная, да? Итак, всплывшие семена, считается, надо выбрасывать. У абрикосов сто процентов. Вот, смотрите, мы садили абрикосы, и даже нормальный фильм сниму, а то торопиться буду, не минуты. Мы садили абрикосы, всплывшие я уже выкину. Вот они, всплывшие. Вот, тут склоны, они даже веса не имеют. Это действительно брак. Что касается вишен, слив и вишни, сливы, что ты что посадил? Вишни, сливы. Персики. Ага, персики. Тут непонятно. Вот, и мы решили провести эксперимент. Сплывшие посадили. Вот, вот тут они. Вот, те же персики. Взойдут или нет? Зачем мы их отбраковываем? Да, скорее по привычке. Вот. Однажды, у меня есть фотография, там 25 января, у меня там проклюнулись абрикосы. Почему января? Потому что перед зимой засортировал. Я тогда не знал, что надо, всего два месяца. Так. А сливы всплывшие я держал в банке, засыпал мокрой песком, держал в банке на лоджии. А там то плюс, то минус. К 25 январю побеги были уже по 15 сантиметров. Тогда я засомневался. А сливы-то мы зачем бракуем? С тех пор. А уже мои помощники, такие как вот Тимофей Николаевич, племянница, мама его Даша. Для меня Даша. Для вас Дарья. Вот. Юлия Сергеевна, серьезная дама. Вторая племянница. Они уже знают. Выковырял, помните, сколько ты ведер ковырял, Тимош? Ага. Значит, потом что? Промываешь. А потом отбраковываешь всплывшие. И мне все время внутили сомнения. А какого всплывшие-то мы? А мой же опыт показал, что они именно с сливы всплывшие зашли. А привычка осталась на многие годы. Вот девать некуда. Урожаи большие. Наберем десятки ведер того, десятки ведер того. Семян много, коцочек много, семечек много. Ну и браковали на всякий случай. Пришла пара что? Николаевич, убедиться, что взойдут ли всплывшие. Правильно? Ты запомнил персики? Они самые ценные. Где всплывшие? Запомнил. Все. Не отвлекайся. Не с чего леса точить. Работать надо. Вот. И тебе осталось еще с вишними разобраться. Вот они. Ну что, вот короткий фильм получился, но уже не минутный. Значит, тогда еще есть о чем поговорить. А, вот о чем. Значит, подтвердишь, что час назад нам заказали два персика однолетних. Вот. В Приморье. Я сказал, два персика по тысяче, это две тысячи. Пересылка пятьсот. А там, может, и больше выйдет. Почему-то на восток всегда намного дороже, чем на запад. Удивительно, наверное, так. И всегда так было. И тогда получилось, что я сейчас, они уже приготовлены к зиме. Видите? Вот. Как следует прижаты. Потом все будет наоборот. То есть я сейчас вот это вот уберу. Смотрите. Ой, нет. Еще пока это выпрыгивает вверх. Рано, рано, рано. Еще пока рано. А ну-ка, вот эту интересно. Ага. В принципе, уже можно ее так оставлять. Уже наоборот, подкладывать вниз. Для чего? А чтобы не прели, лежа на земле. Сверху. Вот на всю эту вот. Посмотрите, сколько их осталось. Ну, десятка, полтора. Их надо сохранить до весны. Продать не удалось. Вот. А там у меня, ну, технология, самая простейшая, железо. Вот. Вот это вот, никому не нужен палац. Вот он. Большой такой. Где-нибудь два на три, а может даже больше. Вот. И он ляжет на это вот. Рассказываю, как я буду укрывать. Но это только первый год. Они тут однолетки. Двухлетка, вот она, видите. Единственное, ну, полуторалетка. Вот она-то и будет обмотана вертикально. Не гнется. А все, что гнется, согнули. Так. Вот. А вот зачем вот эти коли? А на них колб, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. На них ляжет тот самый палац. И создает воздушную прослойку. Поняли, да? Вот. Потом подход такой. Ну-ка, вот этот вот, например, уже может лежать. О, все, он уже лежит. Тогда мы что делаем? Наоборот. Мы вот так вот теперь делаем. Видите? Чтоб он не лег на землю. А здесь сверху его прикроет палац. Надеюсь, что-то я объяснил. Ну, а два крайних, именно крайних, персика, вот они. Они-то как раз и поедут при море. Вот они. Я их сейчас выкопаю. И Юлия Сергеевна отправит их вам. Я имею в виду жительницы Приморья. Ну, про персики все. А, ну, я еще могу парочку продать. Во-первых, я посмотрел погоду на пять дней вперед. Плюс, ноль, плюс. Выкопать можно. А что получится там? Ну, я ее спрашиваю в Приморье. Я говорю, да у нас тоже плюс. Такой же, как у вас. Ну, в общем, при персике, мне кажется, немного разобрались. Вот. Ну, и, конечно, я буду с большим любопытством ждать, что будет с плывшими. Вот. Ну, этот самый гражданин Мутовин, значит, Тимофей Николаевич, он получит за то, что вот тут поработал пару часов, вот, на этих грядках. Получит немного, как закончит, рублей пятьсот. Это чисто за работу. Весна, и все, что взойдет, все его деньги. Согласился в таких условиях, Николаевич? Да. Да. Да, слышали? Ну, вот. И я надеюсь, что ваши дети будут точно так же зарабатывать. Вот. Вот. Остатки грядки Юлии Сергеевны огородил, чтобы не наступали. Здесь еще есть несколько этих маленьких-маленьких, но все-таки укорененные шелковицы. Вот. Сейчас их почти не видно. А в следующей осени они достигнут где-то вашего пояса, и вы будете за них тоже платить тысячу рублей за укорененное. Почему? А учиться никто не хочет. Так. Что еще? Наверное, на сегодня достаточно. Вот. Ну, еще подойти к этому. Гнул-гнул, упустил момент. Годом раньше он у меня согнутый был. Вот. И перезимовал согнутый. Вот. Прекрасно вырос за это лето. Это всего еще два лета раз. Прекрасно вырос. Ну, обмотал я его. Сейчас я его еще обмотаю тряпками. Вот. Почему? Как вам сказать-то? У меня вон там, вон там он вот за этим вот саратчиком растут 4 персика. Ни живые, ни мертвые. Приросты дают, черенки выращиваю, отдают. Все честно. Вот. Привитые. Но урожай такой слабый, что приходится докупать у моего друга Чернобаева, мои же, с моих же бывших персиков, Хасанского и Миносинского, докупать у него уже косточки для вас. Вот. Ну, а свои косточки, вон они. Ну, сколько ты там посадил? 100 к 100? Ну, вообще-то я должен лучше знать, я же тебя их вымачивал. Так. А для чего вымачивал, вы же догадались. Отбраковать всплывшие. Ну, как отбраковать? Отбраковать и посадить. Ну, теперь, кажется, все сказал. Благодарю за внимание.